Это программа «Открытая студия» и ее ведущая Анна Клёпова. Здравствуйте! Российский государственный цирк организовал незабываемое представление для зрителей Донецка и Донецкой Народной Республики. Цирк Народные праздники, соревнования и показывали шоу. Но таким, каким мы его знаем и любим, он стал только в 18 веке. Постепенно рамки шоу расширялись, формировались традиционные программы и складывались цирковые профессии. Современный цирк – это сложный синтез индустрии зрелищ, искусства, менеджмента и технологий. В Советском Союзе все цирки страны входили в всесоюзное объединение «Союз Госцирк», созданное в 1957 году на базе главного управления цирками. На сегодняшний день Росгосцирк – самая крупная цирковая компания не только в Европе, но и в мире. Она объединяет 42 стационарных цирка по всей России, где работают около 6 тысяч сотрудников. Из них почти 3 тысячи – это артисты, выступающие в самых разнообразных жанрах. Среди артистов Росгосцирка – сотни победителей самых престижных международных фестивалей и конкурсов. Их имена с золотыми буквами вписаны в историю циркового искусства всего мира. Что же такое российская государственная цирковая компания, узнал и донецкий зритель. Со своей программой «Цирк и магия» артисты выступили в манеже цирка «Космос». В программе были представлены одни из самых выразительных номеров. Среди которых можно особо выделить работу клоуна. Олег Васильчук – заслуженный артист цирка, дарил смех и улыбки зрителям. Дайте другое средство для усыпления. Донецк – российская государственная цирковая компания привезла необычный номер. Дрессированные дикие кабаны с легкостью преодолевали преграды. Именно их выступление стало финалом этого сезона. Дорогие артисты, служащие, не пустые слова. Огромное спасибо вам за ваше мужество, за то, что вы не раздумывая приехали во фронтовой город. Я думаю, что ваши страхи компенсировались радостью общения с донецким зрителем. Все-таки у нас особенный зритель. Мы всегда кланяемся артистам. Но давайте сначала поклоняемся, поблагодарим замечательного донецкого зрителя, потому что он этого заслуживает. Когда вы аплодируете! Мы аплодируем! Сегодня у нас в гостях представители цирковой труппы Игнатова Екатерина и Васильчук Олег, а также генеральный директор, художественный руководитель Донецкого цирка «Космос» Юрий Кукузенко. Я рада вас приветствовать у нас в студии. Спасибо, здравствуйте, дорогие зрители. Очень приятно вас видеть. Расскажите, пожалуйста, что из себя представляет российский государственный цирк? Ну вот, начнем с того, что это... Но тут у нас не только расисты, ну, компании «Росгоцирк». Тут еще же местные. Вот так что тут сборные, можно сказать. Вы знаете, проще, наверное, мне ответить на этот вопрос. Речь идет о нашем единственном и главном партнере за три года войны Донецкого цирка. Это государственная цирковая компания России. Вот. Но это не значит, что все артисты программы... Эту программу действительно презентовала нам российская цирковая компания. Вот Олег действительно артист этой компании. Но есть еще артисты Большого московского цирка, есть артисты местные. Целая сборная. Целая сборная программа, да. Вы приехали в Донецкую Народную Республику первый раз? Нет, мы уже здесь находимся третий раз. Последний раз мы были год назад. И рады будем приехать еще раз. Я знаю, вы ездили по городам у нас, и особенно по тем, которые попали под жесткие обстрелы. Это было Дебальцево. Ваши впечатления от увиденного? Ну, вы знаете, первые впечатления были, конечно, не сказать даже, что угнетающие. До сих пор невозможно поверить. То есть, зная, что война, но до сих пор это невозможно поверить, это не воспринимается никак. Но люди живут, люди поддерживают города, стараются поддерживать эти дома, в которых мы непосредственно работали, как с шефскими представлениями. Стараются инфраструктуру поддерживать, как дороги. Здесь дороги лучше, чем в Москве. И как-то нельзя сопоставить то, что ты видишь разруху. И в то же время, к сожалению, есть в России такие дома, что обшарпанные, думаешь. Война, что ли, была только что. Тут вот в этом... Ну, а потом очень приятно на детей посмотреть, которые с такими глазами смотрят. Ну, я согласен, у них больше ничего нет. Вы знаете, очень приятно, что есть люди, которые этим занимаются. И здесь, которые, не зирая ни на что, стараются поддержать и детей, и стариков, и то, что есть в России, вот, непосредственно помогает нам здесь с шефскими представлениями. Вот Артем Александрович Артемов, он председатель попечнического совета благотворительного фонда «Наш дом». То есть он непосредственно по России заведует благотворительными акциями в детдомах и по инвалидам. Ну, еще, кроме культуры, как говорится, в массы, да, кроме шефских, мы стараемся, ну, как по нашим силам, принесли, вот, допустим, херниургии. Мы приехали, пришли сначала шефские, все мы сделали, а Евгений Жилкин. У нас вот не хватает карандашей, ну, просто он иногда сам покупает карандаши за свою зарплату. Это были не просто выступления, это, я понимаю, это была гуманитарная какая-то программа. Ну, да, непосредственно по своим возможностям мы какие-то прикупили лекарства, бумаги, карандаши, игрушки, кексы, печенюшки. Мы стараемся вот так как-то помочь, насколько хватает наших сил и возможностей еще тут тоже. Спасибо вам большое. Вы знаете, можно я дополню? Вы задали очень хороший вопрос по поводу эмоций, которые испытывают артисты, но с ними понятно. А я вот все три года войны никуда не покидал Донецк, все время оставался здесь. У нас есть в цирке традиция, когда программа заканчивает работу, я обычно выхожу в манеж в парадной форме, благодарю артистов, презрителей. И я вдруг вышел на одном из таких прощаний, вот, и вдруг, вдруг собирался говорить одни слова, и вдруг глянул в зал, вы знаете, с годами работы перестаешь видеть конкретно лица, и вдруг я посмотрел на лица, и вдруг мысль такая прошиблась, сидят красивые женщины, сидят красиво одеты, в красивых платьях, дети нарядные, думаю, какая война, какое безумие. Я должен сейчас говорить что-то о том, что во время войны наши дети не прячутся по подвалам, какие-то традиционные слова у меня застряли в горле, потому что вдруг я открыл, видя, работая все время, но из манежа видишь зрителя совсем по-другому. А представьте, какие эмоции испытывают ребята-артисты. Ну, на улице, когда встречают, все равно нас узнают, нас можно... Да, удивительно. И говорят, ну, мы кроме этого ничего не видим, кроме войны мы ничего не видим. Спасибо вам за это, что вы не боитесь приехать в Донецк. Это люди Донецка, а представляете, что вот, какие у них эмоции, которые называли Макеевку, все остальное, там вообще просто... Города, которая подальше. Да, там до слез. Нет, впервые, когда приехала сюда, извините, я плакала. Действительно, мы стояли в эпилоге, мы приехали всего на несколько представлений, мы стояли в эпилоге, и у нас взрослые мужчины, которые вот сто лет работают акробатами, всем мы стояли и плакали, зрители стояли и плакали. Первый раз это было... Только не подумайте правду, что у нас акробаты до сто лет работают. А когда приехали в Макеевку, да, сделать шефский, а там садик, мы пришли, смотрим, садик так красиво оборудован, эти покрышки сделаны, там журавль, там что-то колодец, там и покрашены красиво, нам говорят, о, как красиво, нам отвечают, да, мы в Киеве жгут их, а мы стараемся сделать... Еще детишки нам концерт сделали, да, приятно, неожиданность. Вот там все плакали, а дети нам сделали концерт на 40 минут, мы просто тоже все проследились. Да, когда «Солнечный круг» запели, это было что-то, все просто встали и с ними вот и пели, и слезы сами потеряли, вот так. Ну, я знаю, вы приехали с необычной программой, она очень интересная. Как она готовилась и что это за программа? Это Юрий Николаевич уже знает, как готовилась, потому что он подбирал. Потому что организовал он у нас это. Ну, программа называется «Цирки-магия». Почему «Цирки-магия»? Потому что есть такое понятие в цирке, цуговый номер. Другими словами, какой-то главный номер, можно сказать. Это не значит, что другие номера какие-то слабые, какие-то интересные. В цирке этого не бывает, но какой-то основной, будем так говорить, какой-то основной номер. Вот основной номер в этой программе – это аттракцион, аттракцион иллюзионный. А нам он очень дорог, потому что я 21 год уже работаю директором. И лет 19 лет назад выступали родители, артистки, которая сейчас приехала к нам работать. И она уже тогда работала в номере. Сейчас уже родители на заслуженном отдыхе. Это заслуженная чета артистов, знаменитых российских артистов, потомственной Кох Татьяна и папа Кукис Юрий. А теперь их дочь Маша Мария работает в Донецке. У нас не было много лет приличных аттракционов. Такие мелкие иллюзионные номера фокусники выступали, а аттракционов так сложилось. Тем более, во время войны еще не было. Поэтому этот номер стал основным. Отсюда и родилось название «Цирки-магии». Ну, о программе можно долго говорить. Вы понимаете, о цирке вообще невозможно рассказывать. Цирк нужно видеть, нужно ощущать эту атмосферу. Но, тем не менее, мы гордимся тем, что за время войны нам удалось показать донецким зрителям то, что на Украине не видели. Вот даже возьмем только эту программу конкретную, которая вот только закончила свою работу. Единственный в мире номер под руководством заслуженного артиста России Владимира Добрякова. Дрессированные дикие кабаны, вепри. Единственный в мире номер. Потрясает зрителей. Да меня потрясло. Я когда увидел его в записи, думаю, ну ладно, наверное, будем пугать это, что зверюги такие с клыками. Там все разбегайся куда-то. Но нестандартные животные для цирка. Не очень нестандартные, но они великолепно смотрятся. Они очень дисциплинированные. Они чистые, они ухоженные и они очень умные. Я думаю, что многие сторонники отказа от свинины, думаю, ряды пополнятся значительно по сути гастролей. Вот в этой программе наш тоже, я хочу два слова сказать все-таки. У меня особые слова благодарности вот коллегу и Кате, потому что они третий раз за три года войны в Донецке. Я за это время столкнулся со многими, ну я много лет работаю, поэтому очень со многими артистами в дружеских отношениях. И не хочу порочить их имя. Просто скажу, что некоторые от них в последний момент отказались, испугались ехать по разным причинам. Кто-то из физического страха, кто-то, чьи многие из-за страха за своих животных, потому что животные цирковые – это особый разговор, это многие годы мучительных тренировок. И не дай бог, что-то случается с животными, это несколько лет жизни вылетает для того, чтобы подготовить новый номер. Но вот второй раз в этой программе у нас за три года работает Сергей Югай, наш узбекский друг и товарищ, с совершенно потрясающими, ухоженными, великолепными, взрослыми верблюдами. Среди животных еще наш местный номер – это конно-спортивный клуб «Татерсаль». Руководитель Кунева Лариса Павловна. Наша дружба уже перерастает, я так понимаю, что постепенно этот клуб начинает уже ориентироваться больше на цирк. Нет, очень здорово работает. Здесь замечательные ребята, жанр, который сейчас, в общем-то, довольно редко представлен в цирковом искусстве, это танцы на проволоке, так этот жанр и называется, это специфический жанр. Работает великолепный артист Сергей Шитов, тоже артист Российской государственной цирковой компании. Мы выпустили наш Донецкий цирк, впервые выпустил, впервые донецкий зритель видел. И самое главное, что перспектива у этого номера появилась, потому что после закончившейся гастроли в Донецке, наши ребята, наши донецкие ребята, групповой номер «Летающие акробаты», вот они уедут на гастроли в Кенигсберг, в Калининград. То есть этот номер только родился полностью, в его составе все дончане, там в основе, кто знает цирковое искусство Донбасса, знает такую известную фамилию Шаталовы, Светлана и Сергей. Вот, ну это уже работает их дети, зятья, уже молодежи туда добавилось. Ну вот, этот номер получит развитие и будет гастролировать дальше и представлять нашу республику за границами нашей республики. Вот это примерно как создавалось все. Это коротко, да? Герман Кузнеченков, великолепный жонглер, тоже артист московского, большого московского цирка, да, Сережа? Я уже путаю, Герман. Герман. Наверное, он же представляет большой московский цирк. Юрий Николаевич, как часто к нам приезжают в гости выступать? Как часто? Ну, обычно мы работаем в сезоне 7-8 программ. И впервые за три года, последние, потому что я все время, мы все начали нашу жизнь мерять со времен начала войны, вот по сегодняшний день. Вот это первый сезон, третий вот сезон в нашей жизни в Донецкой Народной Республике, который мы попытались провести уже практически в режиме мирного времени. У нас работала программа с сентября-октябрь, у нас работала в ноябре программа, у нас работала на Новый год программа, в феврале, сейчас программа, и еще одна будет летняя программа. Вот так что мы возвращаемся в мирный ритм жизни цирка. Екатерина и Олег, у вас необычная профессия, она откладывает отпечаток на жизнь вне арены? Ну, начнем с того, давай я начну. Я не клоун. У меня так сложилось в жизни, что я была жонглером, потом я работала холохопой, но в силу обстоятельств получилось так, что теперь мы партнеры с Олегом, и я работаю с ним, потому что так сложилось обстоятельство непосредственно. Вообще, цирковой артист выбивается из привычной жизни. Во-первых, мы все космополиты, у нас нет разделения на нации, на верование, и все, потому что у нас работают все. И мусульмане, и христиане, и католики, как бы у нас нет вот этого. Следовательно, мы по-другому смотрим на мир, понимаете, по-другому смотрим на людей, на обстоятельства. Потом мы в силу характера, видите, какая я нервная возбудила, мы все-таки более эмоциональные, наверное, в жизни. Поэтому мы откладываем отпечаток любой жанр, даже невзирая на то клоунада, то акробатика или, я не знаю, воздушная гимнастика. Жонглер, так они вообще странные люди, могу по себе сказать. Я 20 лет отработала жонглером, поэтому я знаю, что к чему. Все время что-нибудь бросают. Вот почему, вот если они эмоциональны, но у них самая главная задача, так как в цирке трюк – это способ выражения, им нужно как лучше отработать каждый трюк, отточить до идеальности. У нас у клоунов немножечко другое. Смешить. Не просто, как вот сейчас в последнее время пошло на эстраде, чем ниже пояса юмор, тем смешнее. Это проще, естественно. А тут нужно и что-то оригинальное, умное. Потому что у нас же все-таки демократические, ну, цирк – это демократическое искусство. Там же дети и взрослые. Вот тут нужно уже соответствовать вот так. Так что… У меня много мыслей сразу проникнуло в голове. Но первое, все-таки поделюсь спонтанной мыслью. Если человек работает палачом, это не значит, что он дома рубит голову. Потому что у всех, наверное, та же мысль. А смешон ли он в жизни, в быту? Ну, вы же видите, это скромнейший человек вообще. Кто скажет, что он клоун? Сколько времени нужно на подготовку одного номера? Ну, смотря какого еще. Можно… Вашего? Как вообще приходит эта идея? Ну, вот смотрите. Бывают такие спонтанные ситуации, где вот какая-то заминка произошла. И тебе кричат, давай вперед. И вот тут даже, может, и не задумываясь, ты делаешь просто, вот вспоминаешь, что-то делаешь. А тут сразу Петра Первого вспоминаешь. Пусть говорят, без бумажки, дабы дурь каждого была видна. Тут разные. А так, если, ну, хотя я недолго делал, полгода, реквизит дольше делали. А номер вы имеете в виду? Ну, да, там же не только репризы. Нет, ну, репризы тоже. Смотря какие жанры. Да, тут репризов я делал очень долго, пока на завод вышел. Они говорят, ой, это какой… Я говорю, вы чего? И вот… Вы имеете в виду свой иллюзионный? Гири, которые летают. А, гири. Да. Я вам скажу немножко другое. Олегу очень трудно отвечать на эти вопросы, потому что, как амплуа в этом виде искусства, циркового искусства, клоунада, сейчас у нас один из самых сложных и самых востребованных и дефицитных жанров. Потому что, может быть, кому-то это не нравится. Я сейчас так говорю, у нас много развелось в цирке массовиков-затейников. Да, да, да. Подурачиться со зрителем, приехать с одним чемоданчиком реквизита и поменьше работы, и побольше смеха. Мы забываем о таком замечательном амплуа, как лирический клоун. И вот, на мой взгляд, Олега нельзя считать чисто лирическим клоуном, но у него больше уклон к лирическому клоуну. Он не пытается быть смешным, он пытается быть милым, своим, родным, каким-то добрым. Он пытается любить зрителей, чтобы зрители любили его. То есть не надо представлять, что клоун обязательно должен выйти, все должны схватиться за животы и согнуться. А сколько знаю клоунов, все вспоминают Олега Попова. А мне посчастливилось позапрошлым году, я присутствовал на его возвращении в Сочи, на манеж. Он 20 чем-то лет не был в России и приехал на манеж. Меня потрясло, он и работал свою знаменитую репризу «Лучик». Может быть, помните, старшее поколение помнит, он выходит клоун, ничего особенного не делает. Он выходит и греется в лучике, этот лучик уходит, он сгребается, потом его в ладошки согревает, собирает и потом отдает зрителям. Ничего там смешного абсолютно нет, там иногда плакать хочется. А меня поразило, что зал весь стоял. Старшее поколение, понятно, это легенда советского цирка. Молодежь стоя аплодировала, молодежь знает. Но, правда, молодежь там была цирковая в основном, имеющая отношение к этому жанру. Так что еще раз хочу сказать, что это дефицитнейшая сегодня профессия. Клоун, ведь клоун обязан уметь все. И образование цирковое не получает самое сложное, потому что их учат не только смешать, их учат и ходить по проволоке, и эквилибром заниматься, и гимнастикой, и акробатикой, и жонгляжом. Поэтому я очень рад, что Олег уже трижды к нам пришел. Он нам совсем не надоел за эти три года. Ему в нем еще приглашать. Есть ли у нас цирковые династии? В Донецке? В Донецке, да. Ну, вот, Маша. Ну, прежде всего, я уже сегодня назвал семью... Нет, имеется в виду в Донецке. В Донецке цирковые династии можно назвать. Это семья Шаталовых, потому что работают и родители в Манеже, и дети, и зятья, и... Уже внук там на подходе уже, по крайней мере, на репетиции прыгает с батута еще и как прыгает. Вот. Это семья Ампадистовых, безусловно. Александр Егорьевич, Нина Леонтьевна, они уже прекратили выступление, но их сын Саша и невестка Ольга продолжают славную династию. У нас много семейной такой молодежи. Вот, когда первое время, особенно 2014-2015 год, нужно было начинать работать, мы еще не могли пригласить к нам гастролеров. У нас работали семейные пары, очень великолепные ребята. Оля Легенда и Андрей Харитонов. Воспитанники студии МРИЯ, Центра славянской культуры, Ольга Клюева и Александр Клюев. Слава Богу, не обеднела земля. А Гончаров тоже? Ну, один из наших самых знаменитых земляков Владислав Гончаров сейчас гастролирует в Китае, у него двухгодичный контракт. Кто хочет найти в Фейсбуке, можете найти страничку Владислава Гончарова. Это один из перспективнейших дрессировщиков Львов сейчас в мире, один из самых известных. Мы его считаем лучшим, по крайней мере, по количеству наград, золотых, сколько он получает. Так вот, откройте его страничку в Фейсбуке, там написано, где он работает, артист донецкого цирка «Космос». Екатерина, Олег, что вас привело в цирк? О, каждого по-разному приводило. Я, например, к этому вопросу как раз и отношусь, о династии. Потому что у меня дед был великим эквилибристом, на войне потерял руку, вернулся в цирк, работал на одной руке, стоял. Я считался один из самых лучших эквилибристов, до сих пор считается. И никто не знал, у него был протез, никто не знал, что у него одна рука. Вот. У меня мать, она тоже уже сейчас не работает, Марина Осинская, она проволоку, только не низко стоящую, а 8 метров, под куполом без лонжа работала, тоже очень долгая, тоже мировая известность. Отец у меня, Игнатов Сергей Михайлович, долгое время считался лучшим жонглером мира, и его знают до сих пор все в мире. То есть он ездит по миру, сейчас тренирует, как бы тоже он лауреат всего на свете, как я говорю. И оба у меня народные артисты, дед у меня только заслуженный, потому что он не вступил в партию, у него репрессировали родители, и он был обижен на партию и сказал, что я не буду вступать в партию, поэтому его не выпускали далеко, только в Европу. Еще такой случай из истории, про одну руку? Пожалуйста. Это недолго, коротко можно сказать. Один раз был в Германии после войны, дед мой работал, у него был такой аппарат, сам высотой полтора метра, из него выдвигался еще шесть, нет, два метра, из него еще два метра шесть выдвигался, он в конце стоял на одной руке. Вот, аппарат он конструировал сам, он очень был хорошим техником. И вырубили, когда он достиг пика, вырубили свет в цирке, вот, а он давал благотворительный спектакль, опять-таки, для наших военных, которые остались после войны. Вот, вырубили в цирке свет, и он стоял, он не мог спуститься, у него одна рука. Нет, точно. Он стоял, две тысячи счетов, он говорит, я в голове начал считать, вот он стоял, народ уже там с ума сходил. Ну, а потом, в общем, это, подозревать, что это было сделано специально, непосредственно, вот так вот. Ну, вот это так, какие вот случаи бывали и бывают, к сожалению. То есть, не только погони не подпиливались. Да, 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 и булавы подпиливали папе, и мне шар маслом мазали, я один раз упала очень сильно, я была жонглер на шаре, мне кто-то налил масло перед работой на шаре. Это доброжелатели. Это доброжелатели, да, и я травмировала как раз сейчас, почему не работаю грудь. В общем, вы поняли, куда было Кате деваться? Да, да. Куда ребенка деваться? Нет, ну вы знаете, я вам скажу, у меня двое детей, ни один, ни второй не пойдет в цирк. Пускай будут нормальные люди в семье, понимаете? Да, у меня мама тоже работает на телевидении, я тоже это когда-то слышала от нее. Ты не пойдешь на телевидение. Нет, у меня с вашим уже 17, у него совсем другие направленности, а младший просто по характеру не выдержит. Олег, что вас привело? Меня привело, можно сказать, случайность. Я в театральном все поступал, я с Херсона, а Говор у меня такой был, потому что Одесса рядом, и Николай все это... Но не московский. Да. Совсем не московский, да? Так и да. Так и да. И я 4 года поступал. А потом мне говорят, иди, в цирковой набор идет, а клоуны те же артисты. Я и пошел, попал, вот, работаю. Сколько уже лет? 33. Я запомнил эту прозу, мы несколько уже давали интервью разных, и все время скромность Олега меня просто потрясает. Он в этом молчал. Он все время так говорит, да так вот, некуда было идти, пошел и поступил в училище. Сколько конкурс был на место? Ну, до 100 человек, да. До 100 человек конкурс на одно место. Что такое было поступить в государственное цирковое училище в городе Москве? Да. А Олег так это запросто рассказывает, да я так вот, сошел и поступил. Ну, а чего? Ну, шел, 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 шел. А на бестоланного чека не взяли бы туда. За последнее время вам доводилось выступать в Украине? За последнее? А, там. Нет, за последние, да, три года. Нет, а после Донецка нас вообще не пустят. Нет, я вообще никогда не работала в Украине. Мне не доводилось. Мои родители работали, я была непосредственно с ними маленьким ребенком. А потом, нет, просто не доводилось. Вы знаете, это совсем не смешно. Я обратную сторону этой медали расскажу. Я говорил, что 21 год уже работаю директором. Естественно, десятки, сотни программ прошли через мои руки и артистов. Я всех украинских артистов практически знаю. И очень многие звонили и предлагали свои услуги. И хотят, и замечательные артисты. Они хотели бы выступить. Я им говорю, ребята, а что потом? Вы вернетесь назад и куда? За преступление перед... Ну, приравниться выступление перед нашими детьми к уголовно наказуемому деянию. Вот так. Цирк не терпит границ, но не от нас это зависит, что поставили такие границы со стороны Украины. Ну и напоследок нашей программы. Планы на ближайшее будущее. Чем будем радовать нашего зрителя? Моя мечта, это, конечно, реконструкция Донецкого государственного цирка, поскольку в 2019 году этому зданию, этому предприятию исполняется ровно 50 лет. И ничего вечного не бывает. Мы очень нуждаемся в материальной поддержке. И нынешняя власть рассматривает сейчас возможность с пониманием, я вам скажу, с пониманием того, что не хлебом единым жив человек. Поэтому у меня такая надежда есть. Ну и, конечно же, мир, мир, труд. Спасибо вам большое. Мир, труд и новые программы. Спасибо. Спасибо вам. Приезжайте к нам в гости. Хорошо. Ну, как можно больше и больше и больше раз и радовайтесь нас. Спасибо. Спасибо вам большое. Это была программа «Открытая студия». Оставайтесь на Первом республиканском телеканале. И до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!